11 сентября космодром Байконур. Экипаж 72-й длительной экспедиции на специально оборудованном автобусе «Звездный» прибыл на площадку космодрома. В монтажно-испытательном комплексе космонавты и астронавт надевают скафандры и проверяют их на герметичность, занимают свои места в корабле «Союз МС-26». На часах 19.23 по Москве ракета отправляется в космос. Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-26» выведен на орбиту искусственного спутника Земли. Проходит 3 часа и 10 минут. Экипаж доставлен на Международную космическую станцию. Там космонавтов ждут коллеги. Связь с Землей уже установлена. Лица российской группы управления приветствуем весь экипаж МКС и особенно вновь прибывший Алексей Николаевич, Иван Дональд. Рады вас видеть в составе всего экипажа. И надеемся на очень плодотворную работу в течение полугода, которую вам предстоит привезти на станции. О том, как шла подготовка к экспедиции и какие задачи ставит перед собой группа, космонавты рассказывают на традиционной конференции перед отлетом. Командир корабля Алексей Овчинин отмечает, запланировано 42 эксперимента. Три из них будут проводиться впервые. Будут выполняться на борту станции. Остальные эксперименты мы будем продолжать. Как правило, это биология, биотехнология, эксперименты по дистанционному задированию Земли и разные другие. В декабре экипаж выполнит выход в открытый космос и установит спектрометр для эксперимента монитор всего неба на внешней поверхности модуля «Звезда». Одна из задач Алексея Овчинина и Ивана Вагнера – демонтировать часть устаревшего оборудования и заменить его на новое. Руководитель регионального отделения Федерации космонавтики Константин Хитров сегодня еще и представляет наш телеканал. Смог задать вопрос космонавтам от редакции ОРТ. Константин Хитров, ОРТ «Планета», город Оренбург. У вас полет больше 200 суток. А, конечно, у вас будет свободное время. Как планируете проводить это свободное время? Какие развлечения есть на борту Международной космической станции? Если появляется свободное время, то космонавт может, и астронавт также, например, послушать музыку, посмотреть фильм, позвонить, пообщаться с друзьями, с близкими, сделать, пофотографировать землю, звезды. На встрече присутствует жена американского бортинженера Дональда Петита, Микки. Ей Константин Хитров дарит символ Оренбуржья. Один вопрос из Оренбуржья – это Оренбуржья Дональда Петита. Экипаж космического корабля «Союз МС-26» начинает работу. Вместе с ними на борту символ Оренбуржья – плюшевый корги, обшитый в пуховый платок. Его сделала мастер из Оренбурга. Это индикатор невесомости, который сообщил космонавтам о выходе на орбиту. Экипаж проведет в космосе 202 дня и вернется, возможно, уже с новыми открытиями. Анна Овсяникова, Антон Полянский. Новости дня. Антон Полянский. Новости дня.